Мы не понимали, где мы будем, что мы будем и как мы будем. И яблони без листьев, и яркие яблоки, красные и желтые. А кушать нельзя. Можно. Ты получил приказ? Теперь иди и подумай, как выполнить. Мы уже 18 рентген взяли, а только начали работать. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите телепроект «Красное и черное». Меня зовут Александр Катунцев. 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая авария в истории мировой атомной энергетики. Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Масштабы трагедии могли быть гораздо большими, если бы не беспримерное мужество и самоотверженность работников станции, пожарных, военнослужащих, медиков, которые с честью выполнили свой профессиональный долг и гражданский в том числе. В дальнейшем в ликвидации последствий аварии участвовали сотни тысяч человек из всех республик и городов бывшего Советского Союза. Как живут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС спустя 35 лет? С какими проблемами сталкиваются каждый день? Узнаем у них самих. Итак, сегодня в гостях у нас в студии. Лидия Романченко, председатель Суворовской районной общественной организации «Союз Чернобыль-Украина». Сергей Тарабанчук, заместитель председателя Одесской общественной организации «Союз Чернобыль-Украина», участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Александр Иваницкий, депутат Одесского городского совета, председатель постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Леонид Добудько, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Николай Казаченко, участник ликвидации аварии на ЧАЭС. И Александр Черно-Иваненко, депутат Одесского районного совета, полковник, ветеран МВД. Добрый вечер, уважаемые гости. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И вот с чего хочу начать нашу беседу. Дело в том, что, на мой взгляд, катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции разделила жизни тысяч людей на до и после. И я вот думаю, что вы, каждый из вас, присутствующих здесь, не стали тоже исключением. Мысленно возвращаясь в 1986 год, что лично вы вспоминаете? Какие, ну скажем так, самые сильные впечатления врезались в память? Можно я начну? Пожалуйста. Так как я проживала в Припяти 13 лет, практически с нуля строительства, поэтому, собственно говоря, все это было на наших глазах первые двое суток, которые мы ждали, мы не понимали, где мы будем, что мы будем и как мы будем. Простите, в день аварии вы были в городе? Да, я жила там 13 лет. Мой дом находится за 2,5 километра от станции. Она видна у меня с окна. Мы были дома. Это был конец апреля. Все было хорошо и тихо. Все готовились к 1 мая. Но, к сожалению, 27-го, 28-го нас вывезли. Самое страшное было то, что мы не знали, что будет дальше, что будет с нами, что будет с детьми и вообще, что будет с Украиной и вообще со страной в то время. То, что над домом нашим, дом с самого начала, и там есть стадион у нас рядышком, и это было такое место, где разворачивались вертолеты и самолеты, которые облетали саму станцию и уже начались там работы. Самое страшное потом было, когда по городу было много бронетранспортеров. Это первые, кто были, это химвойска в 11 часов утра, уже были химвойска. Потом город опустел. Некоторые люди пошли смотреть чертовое колесо, которое должны были открыть. Другие дома остались. Дети в школу пошли наши все. И уже когда нас вывезли, потому что если рассказывать, то будет долго, когда нас вывозили из города, да, хочу сказать, что вывоз был очень организованный. В каждом дворе были представители милиции, всех поименно, каждый дом проверяли, кто остался, кто нет. Но когда мы уже выехали из Припяти, у меня было трое детей, самым маленьким было год и три месяца. Мы выехали, доехали до одного из перекрестков. Может быть, ребята знают этот перекресток до Полесково. Там такой большой хрестообразный перекресток. И сколько мы ехали, я поворачивалась в окно, и количество автобусов было такое, что не было видно ни туда, конца, ни туда, ни вперед, ни взад. И вот только тогда у меня уже закралось такое, какое-то, знаете, вот чувство нехорошее, что вроде мы уезжаем на три дня, мы собрали, в сумку кинули, что на три дня. То есть сказали брать с собой самое необходимое. Да, самое необходимое на три дня. Оставили, я помню, по кадрам, которые показывали, оставили все, что было в квартирах. Самое дорогое, что трое детей, документы, и мы уехали. Ну, вещей практически было очень мало у нас, потому что это было нереально. Вы вот вспомнили о вертолетах. Насколько мне известно, вот Сергей Федорович, да, пролетал на этих вертолетах над реактором. У вас какие были впечатления, когда вы в первый раз заглянули туда, вот, вовнутрь? Ну, не над самым реактором. Наш сводный отряд начал нести службу в зоне Чернобыльской станции с 3 октября 1996 года. И в мои функции входило обеспечение пожарной профилактики на станции, 30 человек. И мы круглые сутки там несли службу. И плюс город Чернобыль и вся зона. И еженедельно с лесной охраной, там, милицией, КГБ мы делали облет зоны. И если видели мародеров, сообщали милиции, выяснили пергруппу, если где-то задымление, что-то горение какое-то, тоже вызывали пожарных к месту. Поскольку каждый момент горения, это радиозатопы вместе с дымом поднимается вверх и разносится на большое расстояние, повышая тем самым фон. И вот во время облета мы облетали, конечно, издалека. Но сам ЗЕВ, этого разрушенного реактора, на одну треть был виден. И видел все эти развалины внутри. Ну, впечатления, конечно, не из приятных. Но мы воспринимали то, что было, вполне объективно, зная, что... То есть, как работу. Да, что это, это работа. Ну, вот, кстати, Александр Валерьянович, к вам вопрос у меня. Вы как считаете, вот последствия этой страшной катастрофы, на самом-то деле специалисты всего мира устраняют до сих пор? И когда случилась эта авария, вот вспоминая 1986 год, как вы считаете, люди понимали, и специалисты в том числе, истинную опасность, истинные масштабы вот этой катастрофы? Ну, я некоторым образом могу говорить о том, что я видел из тыла, да, будем так говорить. Мой отец работал инженером-строителем, и работал в тресте обл. Агрострой. Я четко помню, мне было 11 лет тогда. Я помню, он приехал с работы, мать собрала вещи, собрали все вещи, и ночью их собрали на точке сбора, и он уехал. Он уехал, вернулся, честно не скажу вам, не помню, через какой час, который период времени, но когда он вернулся, мне очень жестко. Родители запрещали выходить на улицу, когда шел дождь, родители запрещали выходить на солнце, яркое солнце. То есть, ну, при всем при этом он, конечно, молчал, ничего не говорил, и более того, он стал вот так, особо неговорливый был у меня отец, но он стал еще более молчалив после того, что произошло. Ну, я не мог в том возрасте оценивать и понимать, что произошло, но, во всяком случае, родители мои стали немного другими. По реакции родителей можно было судить о серьезности происшедшего. Да, понимаю, что, видимо, он, наверное, он строил город Словутищ, то есть строили домики для ликвидаторов, потом я уже, как бы, в общем-то, понял, узнал, и вообще в целом этот город. И, наверное, что-то было понятно специалистам, которые находились там, наверное, какое было внутреннее общение между друг с другом, и с инженерами, и с физиками, и с ядерщиками, скорее всего, потому что, в общем-то, он у меня был главным инженером, и, в общем-то, круг общения, наверное, был соответствующий в этом плане. Я могу вам сказать, что часто по работе приходится бывать в Швеции, и очень много вопросов, вот когда мы начинаем, в общем-то, такую дискуссию или разговор с партнерами за чашкой чая, действительно, многие продолжают вспоминать наш Чернобыль, и, как ни странно, одной из таких пострадавших стран является Швеция. Швеция, Финляндия, страны Скандинавии, ну вот почему-то именно Швеция. И очень высокий уровень у них, насколько я знаю, тоже поражение щитовидной железы, и у них даже есть государственные программы, которые именно направлены на поддержку такого рода людей, страдающих такого рода заболеваниями. То есть, учитывая то, что произошло, я понимаю, что трагедия была очень сильная, очень страшная, и впоследствии, наверное, еще не один год мы будем. Да, кстати, вот, Александр Викторович, к вам вопрос у меня, почему? Потому что, действительно, на тот момент, в 86-м году, мало кто понимал масштабы этой трагедии, но вы работали в системе МВД, может быть, по вашей линии была какая-то информация о истинных масштабах? Александр, я немножко уточню, в 86-м году мне было 19 лет. То есть, вы еще, да, вы еще не работали тогда. Урсантом Киевского общевойскового училища. И в момент взрыва Чернобыльской электростанции мы находились в лагерях, это возле Бориспоря. У нас проходили, ну, там, недельные учения ежемесячные. И как раз, когда был этот взрыв, мы были на полигоне, то есть, на следующее утром мы вышли на полигон, проходили занятия, там, плановые полевые, там. Ну, единственное, что нам сказали, ближе к обеду одеть респираторы. Все. И все. Вот вся защита была. И мы еще, как бы, занимались. Потом, я помню, мы приехали в Киев, были выходные дни, хорошая погода, мы заступили в патруль, и я попал на автовокзал. Вот, вот, как я запомнил этот день, когда приезжали автобусы с людьми, я вот лично присутствовал, видел, как приезжали автобусы с Чернобыля, с Припяти. То есть, это люди, жители Припяти, которые эвакуировали в Киев, допустим. Нет, нас эвакуировали по селам, близ лежащим. Но когда нас вывезли в село под Полески, в нем уже был высокий уровень радиации. И многие, у кого было куда поехать, люди уезжали. Люди уезжали дальше. Поэтому ЖД-вокзал и автовокзал были забиты так, что не сесть не станет. Автовокзал был забит, еще я запомнил паренек в форме, в солдатской форме. Мы, как бы, ну, патруль военный останавливаем, а он, уволенный в запас, приехал 25-го числа, приехал деморизованный, приехал домой к родителям в Припять. И взрыв, и его вывезли. То есть, у него даже, ну, как бы, военный билет, отметка, чтобы отмечиться в военкомате. Ну, как бы, меня так вот с этой стороны, как бы, Чернобыль затронул. Ну, да, понятно, что мы ходили там с дозиметрами, проверяли постоянно радиацию, особенно в лагерях, в учебном центре. Да, она там была достаточно высокого уровня. Я помню, преподаватели наши, ну, первые уехали наши преподаватели по оружию массового поражения, кафедра. Она практически вся уехала туда на ликвидацию. И я помню, замначальника кафедры, он приехал буквально где-то через месяц. И вот я запомнил, он проводил у нас зале, он, видать, утром побрился, и у него ранки не заживали. Кровоточили, да? Да, видать, он хватанул такую дозу радиации, что вот у него раны не заживали. Я не знаю, где он сейчас это был. Ну, кстати, у меня к вам, как к ликвидаторам и Леонид Павловичу, и к вам, Николай Дмитриевич, вопрос. Как вы, кстати, вот оказались в числе ликвидаторов? Вы пошли добровольцами, либо каким образом вы оказались в числе ликвидаторов? И, кстати, могли ли вы отказаться от этого? Значит, я узнал о такой, скажем, катастрофе 28 числа из уст наших сотрудников, которые были в Киеве. И там они обрисовали, что очень большой пожар, на то время было очень много пострадавших, которые забирала скорая помощь. Вот, и неизвестно от чего. Сильно большие были рвоты и так далее. Это натолкнуло на мысль, что что-то там не то, потому что я по жизни очень много связан был с пожарами. И от такой ситуации там, допустим, не так много будет пострадавших, чем обрисовывает. Ну, так понял, что тут, наверное, чуть-чуть завышена такая оценка. Но потом пришло сообщение, такое ДСП у нас, что нужно подготовить пожарную технику туда. Зачем, почему, толком, никто ничего не говорил. Только вот такие слова и все. Ну, мы 7 мая отправили там первых наших сотрудников на откачку воды. Автомобиль первый пошел в ПНС-110. Это 110 литров в секунду воды. Ну, и потом уже четко, четко уже 7 числа нам обрисовали, чем оно грозит, чем оно опасно. Это 7 мая имеется в виду, да? Я 7 мая толком уже узнал, чем оно грозит, какие масштабы и так далее. Так что, по поводу, кого мы посылали. Я один из тех организаторов, который отправлял своих сотрудников, скажем так, на ликвидацию. Ну, набирали добровольно людей или это было в приказном порядке? Добровольно. Добровольно. Отказаться можно было? Что? Отказаться можно было? Значит, отказаться... Никто не отказывался. Никто не отказывался. Это мы носим погоны. Погоны. Это наше призвание. Оберегать и так далее. Вот, кстати, Леонид Павлович хотел добавить, да? Я хотел добавить за себя. Значит, Сергей Федорович, мы знали, что мы едем в Чернобыльскую зону. Вот. И мы были с ним включены в состав штаба. Выехали мы туда 27 сентября, а 3 сентября уже приехал отряд. Отряд менялся с колес. Мы приехали на автобусах, вышли. А Луганск, который нас менял, сел в автобус и уехал. А мы, 10 человек в составе штаба, до этого были определены, какие задачи перед нами поставили, каким практическим образом можно было их решить, не раскачиваясь, так сказать, на подготовку. Что касается лично меня, то я знал, что я буду ехать. Но получилось так, что я перед этим заболел. А отряд весь собирали где-то у нас, где нас собирали, чтобы дать нам пустые слова, чтобы мы вами гордимся, мы вас не подведем и так дальше. Я не пошел на это собрание, на общее. Ко мне лично пришел домой майор тогда Сидоров, замначальника управления. И говорит, ну что, ты едешь? Я говорю, да, Александр Сергеевич, еду, но я приболел, не хотел просто ни больничный брать, ни увиливать так дальше. Он сказал, ну хорошо, я в тебе не сомневался. То есть, если было бы желание, и практически можно было бы сослаться на какую-то болезнь, или же на другие какие-то причины, семья, я молодой, детей. Я тогда задам по-другому вопросу. А что лично вас заставило туда поехать, вот скажем так? Ну что заставило? Меня заставило... Ну мы так были воспитаны, это раз, плюс присяга. Если кто-то понимает, что такое присяга. Ну и служебный дом, это же наша задача. Здесь много присутствующих офицеров, я думаю, понимают, что такое присяга. Скажите, зачем вам такой солдат, который будет спрашивать, что я буду с этого иметь? Если он не знает, что такое присяга. Для примера я вам скажу, на Фукусиме многие летчики, многие пожарные, которые участвовали в ликвидации последствий там аварии, отказались, потому что был очень высокий уровень радиации. То есть, вот имели право на то. Вы хотели добавить, да, что-то? Да, дело все в том, что, когда формировался сводный отряд, мы начали его еще месяца за три до отбытия в зону ЧАЭС, мне было поручено набирать группу профилактиков. Каждая служба набирала своих сотрудников, поскольку функции такие же там были, как мы выполняли здесь в городе, только в условиях повышенного ионизирующего облучения. Так вот, я изучал карточки медицинские сотрудников, которые были кандидатами. Если человек в возрасте имеет хронические болезни, я их вычеркивал. Хотя ко мне были претензии этих вот, тогда, с моих пониманий, 33-х лет, 45-летний был пожилой человек. Вот они цеплялись, почему меня не вписываешь. Был какой-то патриотизм, порыв. Молодежь пытался женатую не включать. Ну, родишь детей, женишься, вот, и тогда, пожалуйста. Ну и сама система, что у нас была совершенно другая, чем сейчас. Писали рапорта. Самая система. Поэтому, я говорю, воспитание. Вот, воспитание. Хотя, говорят, к сожалению, сейчас. Конечно, были отказники. Ну, они, скорее всего, знали, что их все равно не пошлют с хроническими заболеваниями. И пошел слух, что они отказывались. Входили случаи, что якобы кто-то даже уволился. Я такого не помню. Вот, народ в общем порыве. Государство в опасности и ехали добровольно. Почему я так подробно вас расспрашивал на эту тему? Потому что я хотел получить ответ, что двигало вами, какие мотивации были. Я услышал, да, присяга, долг. Нас так воспитывали. Мы спасали страну. Мы защищали страну. И так далее, так далее, так далее. То есть я не услышал, чтобы кто-то поехал за высокими зарплатами, за квартирами, за льготами и так далее. Хотя... Эти льгот на то время еще не было. Абсолютно. То есть люди просто даже об этом речи быть не могло. Но тем не менее, тем не менее, скажем... Разрешите добавить. Да. Значит, во время внесения службы у нас один человек заболел желтухой. Это заразная болезнь. И вот был освобожден от дальнейшего внесения службы. То есть и там можно было заболеть. Но это условия были по кавышку можно было... Ну и чтобы закончить эту тему, у нас был резерв. Резерв. И, допустим, уже знали, сколько человек кинулись считать. В Чернобыле уже один лишний, один лишь лишний. Оказывается, он уже себя настроил, друзей настроил, друзья едут. И он втихаря тоже залез в автобус, нас и Карасы туда везли. И вот таким вот образом он туда попал. Самовольно, так сказать, да? Самовольно, да. Это Аллачев. Вот спрашивали, какие впечатления наши были. Ну что врезалось в память, да. Самые сильные, самые яркие впечатления. Первое. Вот в составе штаба мы прибыли 29 сентября. 27-го. 27-го. Ну, в 29-м мы уехали в Чернобыль. А, да, да. Мы принимали вахту у Ворошилоградского сводного отряда. Они пробыли 25 дней и отбывали по месту службы. И во время приема передачи 3-го октября Укротелефиль на вертолете снимал хронику, монтажа реактора и так далее. Уже две трети покрытия было сделано. И были два крана, монтажные тросы. И вот лопасть зацепилась, и вертолет падает. Хроника есть этого падения. Я лично этого не видел, я видел последствия. По станции была объявлена тревога. Я подумал, неужели еще что-то там рвануло. Но было видно, что на уступе вот этой северной стены, в районе третьего района, попали обломки вертолета, а там две тонны керосина. Было три человека. Оператор, радист и пилот. Они, естественно, погибли. Вот наша служба началась с такого несчастья. Все, естественно, посредствия ликвидировали и ворошилограции, поскольку они еще были на службе. Мы только принимали вахту. Это запомнилось очень. И запомнилось еще. Опадали листья в октябре, да? И яблони без листьев, и яркие яблоки. Красные и желтые. А кушать нельзя? Можно. Можно, нельзя. Нет, кушать было, наверное, нельзя. Ни одного червяка не было. Вроде кто их обработал. В августе месяце? И это при всем том, что эти яблоки, опавшие листья, и ни одна птичка не поет. Вроде кто-то выключил звук. Вот такое было... Не душе пустота. Да. Это страшно, действительно. Никакой живности. Правда, были вороны. Ворот было много. Они, видимо, устойчивы. Вот, кстати, возвращаясь к моему вопросу по социальному обеспечению. Я понимаю, что вы шли туда не за зарплатами, не за квартирами, не за наградами и так далее. Тем не менее, вот почему-то так получается, к сожалению, в нашей стране, да? Когда нашему государству нужна помощь от своих граждан, ну, оно активно к нему обращается. Причем, конечно же, в этот момент государство очень щедрое на всякие обещания и должности, и квартиры, и деньги, зарплаты и так далее. А вот когда надо выполнять государству свои обещания по отношению к людям, ну, вот здесь инициатива как бы поубавляется. И так действительно было и с чернобыльцами, я имею в виду, участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И с афганцами, участниками войны, военного конфликта в Афганистане. К сожалению, так получается сейчас и с врачами, которые на передовой борются сейчас с ковидом. Я так думаю, я этого не хочу, но, скорее всего, так произойдет с воинами. А то, которые сейчас на Востоке, тоже им обещают любовь и всевозможные. Вот я хотел о вас поговорить. Вы довольны нынешним состоянием дел? Давайте я так обобщу быстренько. Смотрите, 35 лет. Вот где-то примерно, ребята, не дадут соврать, первые 10 лет вот было нормально все так. Ну, выполнялось все, что там говорили, на 75 процентов где-то так. То есть путевки были вовремя, оплата была. То есть все оплачивалось. Потом мы 25 лет боремся за свои права. 25 лет. Не меньше, наверное. 20 раз Конституционный суд в этом году 20 раз нам возвращает льготы по пенсионному обеспечению и так далее, что ему подобное. По медицине, пенсионному и так дальше. Не буду перечислять, мы об этом все знаем. И каждый год проходит месяц-два, и все опять забывают о нас. Вот год, вот пришли у памятника, постояли, вспомнили, и до следующего года чернобыльцев не существует. Спасибо городу. Мы уже 15 лет, 16 в этом году существует городская социальная программа по помощи чернобыльцам, которых малообеспечены. У нас есть пенсии у ребят и большие, и приличные, ну не такие совершенно, но есть пенсии 4,5, 5, 2, 400 эвакуированных. И людям очень сложно жить в это время. У нас есть очень много вдов. На сегодняшний день нас насчитывается 176 вдов, и каждый год они увеличиваются. Поэтому 16 лет назад была такая программа принята Горсоветом, и она существует до сегодняшнего дня. Спасибо городскому совету за это. Потому что каждый год у нас есть где-то 1,2 млн, наверное, это оздоровление за счет бюджета города. 120 человек получают материальную помощь в сумме 4 тысячи гривен. И 162 вдовы на сегодняшний день уже получили по 2,5 тысячи. Это то, что касаемо города. Ну вот, кстати... С городом у нас все хорошо, но не с государством. Вот, вот у нас, к сожалению, нет представителей депутатского корпуса, я имею в виду представителей Верховной Рады, но у нас есть представители депутатского корпуса местного города и районного совета. И, как говорится, вы, уважаемые господа, ближе к власти и ближе к тем решениям, законопроектам и инициативам, которые могут быть в отношении чернобыльцев. Что бы вы сказали, что в этом направлении делается или хотя бы планируется делать? Вот есть какие-то инициативы, предложения, наработки? Вы верно заметили, что это, и все присутствующие, что это в первую очередь проблема государственного масштаба. Безусловно, да. Я считаю, что в первую очередь государство должно решать эту проблему. Это люди, которые спасали... Город просто помогает, но... На тот момент спасали, работали в большой стране, да, мощной стране, ресурсной стране. А сегодня остались жить, проживать в нашей стране Украина. И, к сожалению, вы знаете, такая нездоровая тенденция намечается, что раньше хотя бы на 26 апреля хотя бы выходил либо президент, либо премьер-министр, либо председатель Верховной Рады, да, и говорил о том, что необходимо пересмотреть или каким-то образом действительно продвигать эти государственные программы поддержки ликвидаторов, людей, пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня даже об этом не говорят. Заметьте. То есть, в принципе... Ну, это опасный сигнал. Превожный и опасный. Нет, нет, вчера был круглый стол. Говорят много, но только безрезультатно. Ну, все-таки немножко дискуссия переведена в круглый стол. И вы в круглом столе, вы не обозначите человека, который персонально несет ответственность за то, я говорю про первых лиц нашего государства, которые должны взять на себя эту инициативу и эту ответственность. То есть, сегодня решение Конституционного суда — это такое, знаете, взагалю. У нас Конституционный суд то разгоняют, то собирают. Судьи там есть, то их там нет. Кто-то получает зарплату, кто-то не получает, кого-то на работу не пускают. А по факту сегодня мы можем говорить о том, что, конечно, государство сегодня обдлило этих людей, которые... Совершили. Совершили. На сегодняшний день, вот я слушаю эти рассказы, это реально подвиг. Конечно. Это реально подвиг, да. Обидно. И, честно говоря, вот то, что наша программа «Городская действует», я считаю, что тоже это... Ну, это... Хотелось бы больше помогать сегодня. Ну, и за это спасибо. Этим людям, но, по крайней мере, мы эту программу и сохраним, и будем ее наполнять. Ну, это уже хорошо, да. Я больше чем уверен, что все поддержат. Сергей Федорович, да, пожалуйста, вам слово, и потом вы, Александр Викторович. Я хочу высказать последнюю информацию по этой программе долгосрочной, которую люди привыкли, ликвидаторы уже, как отче наш. Это всегда будет, ездят в курорт Сергеевку за счет бюджета города. Но вот сегодня возникла проблема. Курорт Сергеевка, все эти дома отдыха подняли цены на пребывание, а в Горсовете нету денег. У нас под угрозой ликвидации этой программы, что у Горсовета нет возможности оплачивать. Нет, 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 выше, чем государственная путевка. Они хотят выше сейчас оплаты. Дело в том, что мы сейчас, вот общественная организация областная, ищем пути, как бы это все дело поправить. Либо найти другие там санатории, другие... Санаторий, который возвет на за эти деньги. Пока мы еще боремся. Либо дополнительные источники финансирования, либо более дешевые санатории. Да, да. Ну, городская программа, она определенная, там несколько миллионов, сколько там, миллион с копейкой. Миллион двести, по-моему. Да, а в эти миллион двести, двести человек не влезет почему-то. То есть проблемы есть, это в этом направлении. Что касается в социальном плане, вот материальное обеспечение, оздоровление, периодически проблемы возникают. Мы сегодня не можем устраивать акции, как лет 15 назад, когда блокировали Верховную Раду, администрацию президента, добивались своих прав, соблюдение закона. Закон-то есть, его никто не отменял. Но проходит время, и забываются эти моменты. Сегодня мы, средний возраст чернобыльцы, 65 плюс. И уже не поедут они бунтовать, стоять на холоде. Определенных, объективных причин, прямо скажем. Поэтому проблемы все-таки остаются. Но стоит отметить, что касательно ликвидаторов первой категории, это люди, которые имеют инвалидность, им полегче. Были приняты государственные решения, поднята заработная плата. Короче, это жить можно, скажем так. Ну, вот недавно была инициатива повышения пенсии. А вот касательно второй категории, эвакуированных, проблема осталась. Они ведь кушать хотят совсем одинаково. Поэтому и этот момент тоже приходится, даже вроде в таких вот условиях, когда вроде как хорошо, в общем. А на самом деле есть много проблем. Много проблем. Александр Викторович, как Вы считаете, чем можно помочь людям, которые участвовали в ликвидации этой аварии, и все-таки кто этим должен заниматься? Государство или на местах? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что да, тогда был в 86-м году, это был всенародный подвиг. То, что сделали люди, низкий им поклон. И правильно сказал коллега о том, что это должно решаться на государственном уровне. На местном уровне мы ничего не решим. Вот решим 2,5 тысячи гривен, 4 тысячи гривен. Понимаете, это смешно. Даже Вы говорите, это слух решат. Вот я тут нашел одну таблицу интересную. Но, опять же, я не хочу возвращаться к этим, опять, до того, после этого. Но, смотрите, 13-й год. Обеспечение жильем граждан, пострадавших от строя, вот это Чернобыльская атомная электростанция. Выделено было государством 3,8 миллиона долларов на обеспечение жильем. Это в 13-м году. А 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 20-й год. Ноль. Ноль. Ничего не выделено. Следующее. Комплексное медико-санитарное обеспечение и лечение онкобольных чернобыльцев при той, так сказать, плохой власти, панди, как они говорят, выделено 6,2 миллиона долларов. Я не привожусь здесь в гривна цифры. Это в 13-м году. 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. Ноль. Ну, цифры говорят... Кто должен... Вы сами можете ответить на вопрос, кто этим должен заниматься. Этим должен заниматься государство. Не на уровне круглого стола, правильно вы сказали? Круглый стол ничего не решает. Там не определяет, кто отнесет ответственность за решение данного вопроса и кто виноват в том, что этот вопрос не был решен. Правильно? Но зато у нас сегодня, посмотрите, какие зарплаты у наблюдательных советов. Да. Ну да, все прекрасно эти зарплаты выучили уже. Разве в государстве нет денег? Есть деньги. Они есть. Только эти деньги идут не туда. Они идут, например, людям, которые выжили свое здоровье и свою жизнь выжили для того, чтобы спасти пол Европы, правильно? Эти деньги сегодня идут вообще тоже гражданам Европы, но немножко с другой стороны. Вот, кстати, у меня вопрос по этому поводу к вам, в первую очередь, к ликвидаторам. И Леонид Павлович к вам, и Николай Дмитриевич, ну и к вам тоже, ну ко всем участникам. Если бы вы знали, что к вам вот таким образом отнесется страна именно в тот момент, когда вам нужна будет эта помощь, когда нужна и социалка, и пенсия, и медицина, и так далее, так далее, поехали бы? Ну, можно я скажу? Пожалуйста. Мне просто довелось... Камерзный вы имеете в виду? Нет, он абсолютно нормальный, да. Другое время. Быть избранным сектором временной порт-организации сводного отряда. И вот Николай Дмитриевич был замполитом этого отряда. И наша задача была, что? Умиротворить ликвидаторов, поскольку было проблемно. Были стрессы, были попытки суицида, двух человек снимали с виселицы, было такое. То есть люди бывают разные. Адиация. Вот написали, любимая девушка, ты в Чернобыле, я тебя бросаю, выхожу замуж за другого. И вот стресс у человека. И поэтому наша задача была оставить память о Чернобыле хорошая. Вот каждый уезжал с грамотой какой-то, вот по разным горсовет Припятский, исполком Припятский, Чернобыльский, грамоты правительственной комиссии, там, ну, все, чтобы человек уехал с какой-то памятью. И, конечно, это в какой-то степени смягчало ситуацию. А со стороны государства практически ежевечернее у нас в сводном отряде нашем, в пожарной части машины выгоняли на улицу, приезжали артисты, концерты были всевозможные. И это... То есть вас старались поддержать, как могли, поддержать боевой дух. Ну, и академики даже у нас лекции читали. И что... О, просветительская работа была тоже. Что самое интересное, вот мы познали коммунизм вот в условиях ликвидации Варина ЧАЭС. Не было никакой волокиты, никаких проблем. Я был майором. Приходил генерал-майору, просил технику для дезактивации пожарной части, которая фактически не могла начать работу, поскольку рядом стояли контейнеры с радиоактивным графитом, находятся хранилища топливных и жидких ядерных отходов. То есть атмосфера была жуткая. И вот я, выполняя свои функции, обращался к генералу, допустим, химических войск. Ну, сидит полковник на входе, докладывает противопожарная служба. Сразу открываются все двери. Как раз в этот момент правику Кибинку, погибшим первым пожарным, и майору Телятнику присвоено было звание Героя Советского Союза. Двум посмертно. А Телятников прожил еще 13 лет после аварии. Генерал поднимается, идет навстречу. То есть наша служба была популярна, и проблем ни в чем не было. Скрепы дали, дали автомобиль. Ну, то есть вот в этих критических условиях механизм работал, можно сказать, слаженно, практически идеально. Вот сказал, сделал. И так было во всем. И можете представить себе оперативки, которые проходили дважды в неделю при директоре станции, они были вахтовыми. И сейчас помню фамилию Поздышев, и Штейнберг, главный инженер. Оперативка проходила 30 минут. Я докладывал за 30 секунд. 31 секунда, я не готов. То есть все настолько было четко. Хорошие организаторы были. Да, хорошие организаторы. Люди работали слаженно. Да. Но о пенсиях мы не думали. Я это уже понял. Мы считали как? Что каждое поколение несет свой крест. Вот нашего поколения выпало Ваган и Чернобыль. Да. Нашим старшим товарищам другие разные войны. В Вьетнам и прочее, прочее, прочее. Поэтому считали, что так должно быть. Каждое поколение должно вынести свой крест. Да. Леонид Павлович, коротко, если можно. Я хочу добавить к словам Сергея Федоровича насчет, как выполнялись задачи. Значит, лозунг был такой. Ты получил приказ, теперь иди и подумай, как выполнить. Больше никто не обсуждал, каким образом, но никто... Приказы не обсуждают? А что касается вашего вопроса, поехал ли я сейчас бы на подобную аварию, у меня по этому поводу есть свое мнение. Озвучите, если можно. Значит, есть такое понятие родина для меня это святое. Это мама, это родина, это моя земля, моя семья и так дальше. Для меня это святое. Сейчас бы, если родине угрожала опасность, я бы поехал. Второе в моем понятии есть понятие страна. Это в географическом положении, так сказать, на нашей границе и так дальше. И третье для меня понятие есть государство. Вот это государство сейчас оно все делает так, чтобы я его не любил. Если я за родину, я это самое понимаю. Если за свою святую землю, так вы понимаете, я ее купить не могу. Сейчас ее можно купить, а у меня нет. Я не один, все мы были в Чернобеле, правильно? Сейчас есть возможность купить. По сути, ведь ребята... Под каким, как говорится, лозунгом я сегодня должен ехать? Ваш ответ понятен. Николай Дмитриевич, а вы как считаете? Дело в том, что люди, которые работали в Чернобыле, в самом Чернобыле, непосредственно в пожарной части, мы же там находились круглосуточно, и где-то надо было отдыхать, мыться, питаться и так далее. Значит, ну и личный состав занимался вот своим обеспечением. Что надо было? И баньку построить, и водопровод там, потому что город Чернобыль, он такой старинный, там пожарная часть, такая была, захолустная. Маленький районный центр. Да. Вот, надо было водопровод протянуть. Пожарная часть была из городского водопровода. Надо было заготовить кое-что, дрова, допустим. Ну, то есть, масса бытовых всяких сложностей. Бытовые вопросы выполнялись на нормальном уровне. Кто занимался этими вопросами? У нас на атомной станции было отделение, которое занималось и пожаротушением. Вот, свободное от службы время, вот, занимались этими вопросами. то бишь, сменился суток, вот, на следующий день будь добр, поручают, делают и делают. Тут такой вопросик, в начале передачи вы спросили, какие ощущения были. Вот, ощущения в первые часы, когда мы ходили по пожарной части, по свинцовым дорожкам. Помните, Сергей, это так наложило такое впечатление, что тут не с медом и не так уж и будет легко. Да, да. И еще один момент скажу. Значит, вот это приборы, ДП-5 и так далее, которые меряют радиацию, у них доза измерения радиации очень и очень, ну, скажем так. 50 рентген максимум. Да. И нам, и нам в штаб, в штаб привезли японские дозиметры. Что они сегодня представляют? Это типа как утюжка и там индикатор бегает и все. Ну, принесли, так, ну, давай, замеряй. Вот, взял в руки его и провел по стульчику. Зашкалил, по столу зашкалил. И так вот мы семь человек вот ставили проверили, да. И что делать? Что делать? Сидим же там и так. Пошли, замерили там, где мы проживаем, зашкаливать. Ну, постояли, постояли, как мы сейчас, вот, что делать? Уже один присел, второй и так вот. смирились. третий такой момент, когда там у нас был начальник радиационной службы, доложил, а мы проводили там совещание, доложил, что мы уже 18 рентген взяли, а только начали работать там 9... Через 2 недели? Да, 12 дней, 12 дней. Это при норме сколько? 25. Это годовая норма. 25 в год. 25 рентген, да. Ну, и тут начальник наш говорит так, муслимов, ты считай так, чтобы не было больше 22 рентгенов. И нам еще и впоследствии увеличили срок там пребывания, потому что была там поставлена задача ввести энергоблок в строй, чтобы он там подавал... И в канон октябрьских праздников, чтобы не было чипы. это ж было 7 ноября, это ж нужно было приурочить к празднику. Ну, и плюс саркофаг, там же что же, его надо было накрыть, это ж тоже такая титаническая работа, титаническая. Уважаемые друзья, к сожалению, время наше истекло, но завершая нашу программу, я хотел бы, я вот дам каждому из вас буквально тезисно по одной две фразы, чтобы вы произнесли, и суть вопроса моя в чем? Как вы считаете, какие вообще основные уроки извлекла Украина из-за этой трагедии? И Украина извлекла, и каждый из вас, может быть, у каждого какие-то свои выводы, свои мысли по этому поводу. И вот как вы считаете, все ли безопасно сейчас на атомных станциях нашей страны? Потому что у нас много действующих атомных станций. Пожалуйста, кто начнет? Можно я? У нас в стране сегодня действующих четыре атомных электростанции, 18 блоков, или 16, не помню точно, но это станции, отличающиеся от Чернобыльской. А, Чернобыльской. Это ВВРовские, так называемые, двухконтурные, а РБМК, реакторы большой мощности, канальные, в которых пар проходил активную зону, он был радиоактивным, где-то просечка и сразу фон повышается. И, естественно, этот реактор был намного солиднее, чем ВВРовские. И он работал же, несколько лет работал, потом было принято решение его закрыть. И, естественно, это убыток для страны, первое, лишение рабочих мест людям, второе. и третье, что... Экономические эффекты. Да, проблем было очень много, и мы где-то были в душе возмущены, как же так, мы положили там живот свой на то, чтобы восстановить, чтобы работало, а оно вот принято, такое было решение. И я скажу, что сегодня непонятно, почему самая дешевая атомная энергетика у нас в загоне, а жгут уголь. Вот отношение наших государственных мужей к государству и к нам в том числе. Да. Пожалуйста. Леонид Павлович сказал правильно, что чувство долга, страна, но каждый из этих ребят, которые были на ликвидации, они защищали кого? Свою жену, свою дочь, своих внуков. То есть, даже если бы сейчас случилось, точно так же бы каждый пошел, потому что защитить надо не только себя, а еще своих близких. Каждого за плечами свои близкие. Сделала ли страна наши выводы с той нашей аварии? Нет. Нет. Если взять, вспоминал Швеция, Финляндия, так вот финны, там, где паслись их олени и где ягель был заражен, они два года там не выпасали, кормили их с других мест, а все эту почву сняли. Что делает наша страна? Германия нам привозит, в кирху привозила нам выставку от Чернобыля. Не мы везем им, а они нам привезли. Слава Богу, немецкая кирха нас приняли, мы прекрасно провели экскурсии детям, и все. У них каждый клочочек закрывают зелень, травкой. Что у нас? сгорел лес, ребята знают, что такое рыжий лес. Что там сейчас? А ничего там сейчас. Пусто. К сожалению, наше государство не сделало выводов никаких. И чем дальше нам не будет. Александр Гриева, государство наше. Коротко, если можно. Я скажу так, мне кажется, что наше государство действительно не в силах и не в компетенции содержать те объекты критической инфраструктуры, которые достались нам от Советского Союза. И это видно не только в сфере энергетической безопасности, атомной энергетической безопасности, но и в других отраслях. Это мы говорим сегодня о состоянии нашей железной дороги, это мы говорим сегодня о состоянии наших портов, это мы говорим сегодня о состоянии наших гидроэлектростанций. То есть все то, что строилось в те годы, вся та мощь и все то, что было заложено в середине прошлого века, оно, к сожалению, сегодня не модернизируется, оно сегодня находится в стадии прозябания. Поэтому это моя субъективная точка зрения. И, к сожалению, да, мы идем по пути угольных станций, возможно, дорогой зеленой энергетики, неоправданно дорогой зеленой энергетики. Атомная отрасль сегодня находится в упадке. Сегодня она банкротится государственными предприятиями и операторами при государственных предприятиях. К сожалению. Там нужны только классные специалисты, чтобы могли работать на станции. Да, теряем их тоже. Ну, сейчас есть такое мнение, что Украине надо вернуть ядерное оружие. И запануем мы на своей стороне. Так вот, если Чернобыль у нас 35 лет икается, если у нас склады горят обыкновенных снарядов и так дальше, не дай бог еще это самое, как с нашим хозяйственным и умением беречь это все, завести сюда это атомное оружие, то я скажу, что моя дочка выезжала отсюда. Понятно. Николай Дмитриевич. Ну, я хотел бы сказать так, чтобы уделять безопасность эксплуатации ядерных реакторов. Что я имею ввиду? Основная причина аварии, которая произошла на Черномырском это человеческий фактор. Человеческий фактор, значит, в чем допустили ошибку? Было 57 секунд по расчетам ученых, чтобы та ситуация, которая неуправляемой произошла на реакторе, ее устранить. Прозевали это чуть-чуть время, чуть-чуть там не так начали делать исследования. Поэтому эксплуатация ядерных реакторов зависит от еще человеческого фактора. Это умение. Надо принять решение такое неадекватное может быть. Понятно. Александр Викторович, заключайте. Что я могу сказать? В 1991 году мы получили четвертую экономику Европы, пятую армию мира. Сегодня за последние сколько лет я не видел ни одного, но последний Николай Янович Азаров был премьер-министр. Остальные посмотрите, кто у нас премьер-министр. У нас нету хозяйств, у нас нету государственника, который на государственном уровне мыслил бы масштабно. Понимаете? Эти мыслят уровнем своего кармана. Как только перестанут у нас к власти приходить люди, которые мыслят не дальше своего кармана и дальше своей хатынки во Флориде. Вот тогда может быть у нас в стране что-нибудь и будет, и появится то поколение, которое пойдет умирать за эту страну и за свой народ. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу и я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Всего вам доброго. Спасибо вам. Спасибо, что вы нас пригласили. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин